Всем привет! О том, как мы отдыхали в Эмиратах, вы можете узнать в других выпусках, ссылки в описании под этим видео. В этом выпуске узнаете о правилах выселения из отеля в Эмиратах перед вылетом на самолет. На ресепшн вашего отеля, они вас там уже будут ожидать, куда спуститься я вам тоже покажу. Вы очень легко их узнаете по униформе. Будет выглядеть абсолютно как яглата, не юбка. Брюки, белая рубашка. Обязательно, какая айди-карта будет. Нет униформы, нет айди-карты, это не ваша отеля. Хорошо? Обязательно униформа, обязательно айди-карта. Все должно быть в стандартном. Вы сами понимаете, да, ресепшн это шумное место. И вас на ресепшн только соберут и отведут куда-то. К ферензал, любят по комнату, где уже успокоят в каких-то обстановках, познакомятся в форме с правильным документом. Поэтому на ресепшн, если получится, вас прошу, спустите за 2-3 минуты пораньше. За 2-3 минуты. Они вас уже там будут ожидать, заберут вас и отведут уже в ферензал. Хорошо? С собой обязательно возьмите, пожалуйста, пакет документов. Я вам все на брошюре, естественно, прописала. Все это на обложке вы можете увидеть. В следующий случай продублирую, чтобы вы ничего не забыли. Так, первое, это ваши электронные авиабилеты. На обратный вылет, уважаемый гость. На обратный, не на прилет сюда. На прилет сюда можете с ним попрощаться уже. Причем принесите их, пожалуйста, в любом виде, в котором у вас есть. В распечатанном или в электронном, без разницы. Самое главное, чтобы в отель Никита себе номер рейси списал и информацию в офис подал. Потому что, если честно, сегодня идет четвертый день. Сегодня четвертый день, как проил Флэйт, прилетают без диких задержек. Мы волеемся, чтобы так и продолжалось. Я не знаю, что происходило последние две недели, но у нас рейсы просто не прилетали. Задерживались, отменялись. Самое ужасное, это был Белгород на 10 часов. Они просто не хотели там прилетать. Просто сидели и ждали в аэропорту, смотрели на табло, и даже они вылетят. То есть разные ситуации бывают. Разные погодные условия бывают. Да, это все, естественно, от управляющей стороны зависит. То есть если самолет не прилетает или прилетает с задержкой 8 часов, вы тоже улетаете на 8 часов позже, к сожалению, потому что самолет один. Поэтому аэропорт, вы видели, он не очень-то сильно большой, да? Там 2-3 часа что-то можно поделать, но 5-6 часов, поверь мне, там нечего делать. Уж 10 подал. Если задержка на полчаса 40 минут, там час, это не страшно. Если большие будут задержки, вам просто время вашего забирания, так скажем, с отеля, пикапа, да, будут менять, но попозже. Если рейс будет отменяться, соответственно, вы тоже будете оставаться в отеле поподольше. Поэтому билеты прошу вас, в любом виде принесите, в котором у вас есть, чтобы отельные гиды себе зафиксировали информацию и подали. Потому что задержки, вы сами знаете, это не очень приятный такой момент. Кроме того, это чартерный рейс, в принципе, в теории, они даже вправе аэропорт вылета поменять. Такое тоже у нас бывало из-за погодных условий, состояния аэропорта, опять-таки, такие случаи тоже могут быть. Поэтому, чтобы вы были проинформированы, пожалуйста, принесите билеты. Хорошо? В любом виде, еще раз повторюсь, в котором только у вас есть. Кроме того, завтра будут стоят списки на обратный трансфер, на обратный вылет. Вы уже можете уточнить, во сколько вас, к примеру, заберут с отеля, таким ли вы с места поедете, да, если кому-то сегодняшняя дорога кажется слишком длинный, индивидуальный трансфер заходите, пожалуйста, тоже все можно организовать. У вас ранний вылет будет? Да? Сильно рано утром? Не заглядывали? Ну, в общем, да. Сотельные гиды посмотрите, они вот скажут, надо ли вам ланчбоксы эти с утра брать, да, потому что завтра у вас последний день тоже включен, не забывайте. То есть вы тоже завтра обсудите. Кроме того, список обратно-обратный вылет вас тоже внесут. Кроме того, прошу вас, пожалуйста, нужно будет спуститься всем составом, сколько у вас указано людей в валчере. То есть если у вас один человек, пожалуйста, посмотрите, садитесь, с хорошим настроением, с каким-то документом. Если у вас двое вдвоем, если у вас трое вдвоем, если у вас четверо, четверо, пожалуйста, всем. У отельного гида взять нужно будет отметиться, и вас в списке на обратный трансфер внесут. Вы сами прекрасно понимаете, да, что места в автобусе ограничены. Экстренные ситуации, да, с билетом в аэропорту тоже бывают. Но с того года очень много было ситуаций, я вам объясню, почему такие правила. По-моему, что, допустим, указано 4 человека, в итоге по каким-то причинам в родители приезжают без детей, там, заболели, еще что-то. В списке на обратный трансфер неправильно, автобусы на сполу пустые, билеты не аннулированные. Такие ситуации тоже бывают. Пожалуйста, прошу всем составу, это 10-15 минут вашего времени займет оформить правильный документ, познакомиться с гидом, обязательно обменяться с ним номерами, уважаемые гости, потому что если у вас какие-то вопросы будут возникать, они у нас, к сожалению, не каждый день сидят в отеле, у нас нет такой роскоши, опять-таки 7 номератов, огромная территория страны, но они у нас ездят из отеля в отель. Вы даже сами можете по времени посмотреть, да, сначала Антон приедет в вакацию, дальше, 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 например. Поэтому обязательно обменяйтесь номерами телефонов. Что я предупреждаю сделать? Сразу запишите их в WhatsApp Viber себе, да, для вашего удобства. Это самый удобный способ для общения вам с ними, потому что на территории всех ваших отелей есть бесплатный Wi-Fi, на территории всего отеля. Любой торговый центр, большой молл, это бесплатный Wi-Fi. В Дувай приедете даже в метро есть бесплатный Wi-Fi. То есть сразу вопрос о покупке сим-карты, я думаю, отпадает, да? Да, Wi-Fi, я думаю, я буду достаточно. Потому что тарифы здесь довольно-таки дорогие, понятия безлимит у них нет. Это не сильно выгодно, но на самом деле будет. Минимальный тариф здесь идет от 100 дирхам туристический. От 100 дирхам, но около 1800 рублей. Не сильно-таки выгодно, поэтому Wi-Fi, я думаю, вам будет достаточно. Если вам прям 24 на 7 надо быть на связи, тогда покупайте. Если нет необходимости такой, Wi-Fi будет более чем достаточно. Wi-Fi работает хорошо во всех отелях, во всех метрах. На территории всего отеля тоже. Поэтому, если у вас будет возникать вопрос, вы сразу оперативно по WhatsApp и Viberу можете к ним обратиться. И они вам сразу на ваш вопрос ответят. По мере возможности, конечно же, да? По мере загруженности работы. И, как я уже сказала, то есть по всем вопросам, возникающим у вас здесь, вы обращаетесь не к турагенту, а к вашему отельному гиду. То есть ваша принимающая сторона, еще раз напоминаю, да он Турс. То есть мы здесь ничего за вас ответственность. Только мы, не турагенты. И тем более, пока они будут решать ваши вопросы, то есть пойдут заявку в московский офис, в московский офис наш офис. Это вот 7 кругов. Но пока этот вопрос решится. Поэтому сразу селенаправленный котель на гиды, пожалуйста. На этом выпуск заканчивается. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. На канале вас ждут интересные выпуски о Эмиратах, Таланде, Кипре, а также видео из других стран. Надеюсь, что информация в этом видео была для вас полезной. Оставляйте комментарии на этот счет. Задавайте вопросы и не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всем пока-пока.